Новая волна коронавирусной инфекции продолжается. За сутки в Татарстане было выявлено около тысячи новых заболеваний. Госпитализация потребовалась 57 жителям республики. Начало пандемии в Татарстане зафиксировано около 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции. КФУ принимает активное участие в вакцинации. Профессорско-преподавательский состав, а также студенты добровольно проходят вакцинацию, заботясь о своем здоровье. Породу своей деятельности приходится часто добывать за пределами Российской Федерации, поэтому с целью сохранения своего здоровья и времени считаем, что целесообразно пройти вакцинацию, дабы потом не терять время на больничные. Теперь у желающих ревакцинироваться есть выбор метода. Вакцина может быть введена интерназально и традиционным способом введения инъекционной иглы. Назальная вакцина вводится в организм через носовую полость. Такой вариант индуцирует иммунитет через слизистую оболочку носа, которая контактирует с передающимися через воздух инфекциями в естественных условиях. В Татарстан поступила назальная вакцина от COVID-19. Назальная вакцина не только приводит к усилению иммунитета, но также приводит к выработке так называемого мукозального иммунитета. То есть это иммунитет в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, которые являются входными воротами для коронавируса, а значит люди, ревакцинированные назальной вакциной, будут лучше защищены от вирусной инфекции. Напомним, что пройти вакцинацию можно в униклинике КФУ, а также в пункте выездного прививочного кабинета. Вакцинация будет осуществляться ежедневно по 23 сентября с 9.00 до 13.00. Кабинет номер 15 по адресу Кремлевская, 18. Адалина Амдрахманова, Универньюз.